Американская Швейцария в Нидерландах. Ну да, как-то так. Поехали смотреть. Путь мы с вами держим сначала к городу Болдер. Именно из этого города будет один из въездов на ту самую тропу. Тот самый швейцарский трейл, который мы сегодня поедем посмотреть и вам показать. Очень люблю вид на Болдер с этой дороги. Это хайвей 36 и вот там внизу перед горами тот самый город Болдер. Вид, конечно, сногсшибательный. Я когда езжу в офис, а офис у меня находится именно в этом городе, я просто балдею, когда спускаюсь с этой горки. Вообще этот трейл не самое раскрученное туристическое место. И въезд в него находится в такой очень интересной, можно сказать, почти непроходибельной части города Болдер. Видите, туда же машинам разъехаться сложно. В общем, узенькая-узенькая дорога где-то в спальном районе Болдера, где-то, можно сказать, почти нигде, которая выходит в небольшую дорожку, которая будет подниматься в горы. Чем дальше мы едем, тем дорога становится все хуже и хуже, и в какой-то момент времени даже исчезнет асфальт. Обратите внимание, с правой стороны будет дорожный знак, на нем написано, что требуются цепи или адекватные колеса. Все, начиная с этого момента асфальта на нашем пути больше не будет. Я во многих своих видео говорил о том, что меня поражают американцы тем, что они любят ездить горы на велосипедах. И даже по такой вот дороге, где нет асфальта, все равно можно встретить велосипедистов, которые то поднимаются, то спускаются на эти горы. Просто на такую высоту подняться на велосипеде, это уже нужно обладать просто сумасшедшей, так сказать, выносливостью. А уж подниматься там, где нет асфальта, по такой дороге, ну это вообще, на мой взгляд, супер люди. И таких здесь так много, ты их встречаешь просто каждый раз, каждый день, и ни по одной штуке они здесь постоянно толпами ездят. Я не представляю, кем это надо быть. Но мы сейчас свернем и посмотрим на вид, откуда мы ехали. Вид, конечно, сногсшибательный. Вот оттуда мы приехали сюда. Там вдалеке виднеется та самая 36-я трасса, по которой мы ехали к городу Болдер. Вообще, конечно, очень классно видеть, я не знаю, как правильно называются эти птицы, типа горные орлы там, не знаю. Но вообще, когда поднимаешься на такую высоту, их становится все больше и больше, и ты их видишь все чаще и чаще. И они подлетают достаточно близко. И это очень классно смотреть, как они планируют вокруг тебя, как они летают, как они кайфуют. Нам даже в какой-то момент времени показалось, что он просто хвастается, как он умеет летать. Мы до трейла Швейцарии еще не доехали, а виды уже напоминают Швейцарию. Кто был в Швейцарии, скажите, похоже или нет? На мой взгляд, похоже. Хоть я там и не был, но много видел всяких фито и фото. А это еще раз небольшим приближением видно город Болдер. Ну, на самом деле, там и Супериор видно, и Люсвилль, и много-много-много чего. В общем, вся равнина. Она называется High Plains. Потому что находится на достаточно большой высоте. Денвер находится на высоте одной мили или 1600 метров. А город Болдер еще немножечко выше. Ну что, поехали дальше. Посмотрим, что из себя представляет дорога к швейцарскому трейлу. Ну и, конечно же, надо будет посмотреть на сам трейл. Вообще, на самом деле, эту дорогу я вам уже показывал. Мы сюда приезжали зимой. У меня есть видео на канале. Я оставлю в описании ссылочку. Мы тогда пытались поехать посмотреть на швейцарский трейл. Но из-за снегопадов, хороших таких снегопадов, дороги были засыпаны. В общем, мы просто не смогли проехать. Основная фишка того видео, конечно же, это вот этот вот городок маленький. Городок называется Gold Hill или Золотой Склон. Это очень-очень интересный, очень аутентичный городок. И, как видите, здесь летом столько машин понатыкано. В общем, сюда народ, конечно же, приезжает летом в большом количестве. И вот это вот точка притяжения. Вот они, эти самые велосипедисты тут отдыхают возле этого магазинчика. Да, это один-единственный магазинчик здесь. Он очень-очень маленький. Напоминает такие, знаете, магазинчики, которые у нас на дачах. Где можно купить воды, так сказать, что-то перекусить странного. Да, такой мини-мини магазинчик. Но все именно сюда и приезжают, чтобы подкрепиться и поехать дальше. Какой-то момент времени нам навстречу стала ехать целая компания джипов. Видите, один, второй, третий. В общем, оказывается, я так думаю, что это была какая-то компания, которая ездила на тот самый трейл, на который мы с вами едем. И мы, если честно, прокатившись по этому трейлу, поняли, что нам нужна немножечко другая машина. Не та, на которой мы сейчас везде ездим. Потому что правильные люди ездят на правильных машинах. И вот опять с той стороны, видите, очередная компашка или, возможно, отстающая. Вот, да, Audi. Audi это какая-то точно неправильная машина для этого трейла. Но, возможно, они туда приехали походить пешком. В описании написано, что это внедорожный трейл. Ну, так и видно, да, асфальта нет. Либо можно кататься на квадроциклах, мотоциклах и ходить пешком. Но, как видите, основные машины, конечно, такие совсем-совсем уж внедорожные. Совсем не паркетники, на котором мы пытаемся попасть на этот трейл. Так, мы добрались до трейла. Начинается он вроде бы даже и неплохо. Почти как та дорога, по которой мы ехали до этого. И встретили огромную компанию людей на джипах. Тут уже с большой скоростью не поездишь. Тут уже ту яму, ту канава. И, как видите, дорога местами сужается достаточно серьезно. А знаете почему? А потому что в прошлом, вообще говоря, эта дорога – это железнодорожные пути. По-нашему, проще говоря, узкоколейка. Я, если честно, когда про такие места читаю информацию, я очень часто удивляюсь тому, насколько продвинутое общество жило здесь в те годы. Вы представляете, что здесь дорогу решили разобрать в 1919 году? Железную дорогу. А знаете, почему ее решили разобрать? Потому что популярность и доступность автомобилей была на таком пике, что ухаживать за железной дорогой здесь стало просто невыгодно. Я, конечно, каждый раз этому удивляюсь, что в 1919 году – это больше, чем 100 лет назад – автомобили победили поезда. Это ж какое их тут было количество и насколько они были доступны, что это стало выгоднее, чем ухаживать за железной дорогой. Так как это бывшая железная дорога, то очень крутых подъемов здесь нет. Дорога достаточно пологая, поскольку поездам было бы тяжело карабкаться на высокие горы. Поэтому на машине здесь, конечно же, проехать достаточно легко. Единственное, что напрягает, так это то, что местами дорога становится очень-очень узкой. И если вы боитесь высоты и резких обрывов, ну да, наверное, вы кайф не получите. Но так как мы не боимся и наоборот, это то, что нас тянет и то, что нам очень нравится, то мы, конечно, получили здесь просто колоссальное удовольствие. В прошлом эта дорога вела к городу Санцет. Закат город, так называется. И начиная с 1920 года это стало местом притяжения туристов. Да, это стало туристическим направлением. Асфальт здесь не ложили сознательно и не будут ложить. Потому что хотят сохранить природу в более-менее первозданном виде. Да, конечно же, это уже дорога. Да, конечно, здесь когда-то вообще поезда ходили. Теперь здесь песок и камни. Но все равно решили, что асфальта здесь быть не должно. Это все-таки должно быть как можно ближе к природе. А вообще меня прикалывает местность. Знаете, чем? Своими названиями. В самом начале видео я вам сказал, что это американская Швейцария в Нидерландах. В общем, да. Трейл называется швейцарский именно из-за видов. Из-за того, насколько здесь все похоже на Швейцарию. Мы чуть-чуть проедем до тех мест, где можно будет встать. И остановимся. И покажем вам, конечно же, обязательно виды. В том числе и сбоку, как оно все выглядит. Так что не переживайте. Посмотрите не только на дорогу, по которой мы ехали, но и на то, что можно будет посмотреть, остановившись. Мы, конечно, делали попытку снимать и в сторону. Но даже с учетом стабилизатора это просто невозможно. Потому что так трясет, такая трясучая дорога, что показать вам, что там находится сбоку, на мой взгляд, практически невозможно. Поэтому, да, камера, установленная на лобовом стекле, оказалась гораздо более стабильная, чем бы так вот пытаться снимать через окошко. Но вы можете себе представить, что виды, конечно, в любом случае просто с ног сшибательные. Это уж точно. Сюда стоит приехать хотя бы разок посмотреть на это все. Итак, этот швейцарский трейл принадлежит городу Нидерланды. Да, есть такой город. И у меня, кстати, про него есть видео на канале. Так что оставлю тоже ссылочку. А также здесь рядышком есть город, который называется Харибы. Вы не поверите, да. Это, конечно, не острова. Мы до этого города обязательно доедем и посмотрим, что этот город из себя представляет. В общем, эта железная дорога соединяла такие города, как Нидерланды, Карибы и Вард. Про город Вард, кстати, у меня тоже есть видео на канале. И я про него тоже оставлю ссылочку в описании. Ну что, наконец-то мы доехали до места, где можно стать и никому не мешать. И походить, поснимать и пофотографировать. Ох, мы тут нафотографировались, конечно, по самое не хочу. Потому что что-то едет. В описании было написано, что в оригинале поезд проезжал. Этот трейл за день. И, вы знаете, я вам хочу сказать, что поезд ехал сильно быстрее, чем мы можем проехать на машине. Поэтому, если вы сюда соберетесь и захотите посмотреть вообще весь трейл целиком, рассчитывайте так, что вам нужно сюда приехать с утра пораньше. Потому что ехать вы будете долго. Ну, только если разве что вы не приедете сюда на каких-нибудь очень крутых автомобилях с огромными колесами, которые могут ехать немножечко быстрее, чем ехали мы. О, видите, знак стоит. Нельзя стрелять. Но вообще здесь тишина, конечно, колоссальная. Классное место. Когда едешь по этой дороге, очень сложно, так сказать, контролировать себя и не таращиться по сторонам. Потому что, ну, дорога, как сами видите, так себе. Камешки надо бежать, потому что не хотелось бы что-нибудь себе там разбить каким-нибудь камнем. В общем, надо смотреть в оба. На камни, на ямы. Дорога узкая. А еще очень-очень хочется смотреть, что же там находится по сторонам. Поэтому приходилось останавливаться даже там, где останавливаться нельзя. Для того, чтобы полюбоваться. Вот, например, как здесь взяли и стали. Оля пыталась снять это место хоть как-то из машины. Но, как видите, трясучка такая, что снимать просто-просто невозможно. Поэтому, да, очевидно, что мы решили остановиться и заснять это место, чтобы, ну, не так сильно трясло. В общем, если не боитесь ездить по таким дорогам, то это место однозначно для посещения. А самое главное, что тут есть места для отдыха. И мы с вами сейчас именно туда и приедем. Тут есть зоны пикника. Да-да-да. Специально для того, чтобы вы могли отдохнуть, перевести, так сказать, дух. Потому что, ну, ноги, конечно, устают, руки устают. Да, тут, видите, я сначала в одну сторону думал объехать яму с камнями, потом в другую. В общем, да, немножко неправильная машина для этих дорог. Но, оказывается, на ней вполне себе можно проехать. Так что, если не боитесь, вперед обязательно приезжайте. Обязательно тут покатайтесь и посмотрите на эти виды. Это, конечно, местечко просто сногсшибательное. Ну, и вот она зона для пикника. Посмотрите, какой классный камин. Прямо на улице камин. Вообще обалдеть. И вот такие вот маленькие мангалы. Даже не знаю, как это правильно назвать. Короче говоря, места, где можно пожарить шашлык. А здесь просто развести огонь и посидеть у огня. Можно большой огонь развести. Как тебе местечко? Классное. Классное? Да. Да, и посидеть, соответственно, покушать. Интересно, что так далеко, так долго ехали. А равнину, вот видно, видите, маленький кусочек равнины просвечивается от тех самых High Plains, где находятся города основные. Касурица, да. Эй, слишком быстро, я так не могу. Сидимся. Парирует. Слоняется. Да. Как-то интересно, хвостик, да, у него там поворачиваются. Я съел. Птица улетела из экрана. Сейчас он спорюнет. Мы решили, что мы насмотрелись достаточно, и весь трейл до самого конца проходить, проезжать мы не будем. Слишком уж он большой, длинный, и очень уж он медленный. Хотя вот тот дядька, если вы обратили внимание, который был на мотоцикле вместе с нами, перекусывал в пикник Эри, он поехал дальше, он не стал разворачиваться. Ну, а мы похихикали, что, наверное, вот те ребята, та компашка, которая на джипах ехала нам навстречу, они, наверное, поступили так же, как и мы. Приехали, доехали до этой пикник Эри, развернулись и поехали обратно. Хотя, может, я, конечно, не прав. Может, они с шести утра и с другой стороны на этот трейл заехали. И к обеду, так сказать, успели его весь проехать на более солидных машинах. Не знаю. Ну, в общем, мы решили, что нам хватит того, что мы посмотрели, и, так сказать, тех эмоций, которые мы получили. Несмотря на то, что этого трейла нету в путеводителях, так сказать, стандартных, да, где рассказано, что лучше всего посетить в Колорадо, я считаю, что это место заслуживает того, чтобы сюда приехать. Возможно, его нет просто потому, что не на каждой машине сюда приедешь, не каждый, так сказать, не побоится ездить по таким дорогам. Но я вам хочу сказать, что оно в любом случае того стоит. Оно реально стоит того, чтобы здесь прокатиться и посмотреть на это все. Это дух захватывает. Просто вам не передать как. Если знаете еще какие-то места, такие вот классные, неразрекламированные, куда можно приехать и посмотреть на обалденные виды, обязательно оставляйте свои комментарии, рассказывайте. Мы бы съездили и посмотрели еще что-нибудь, да и показали тем, кто не может сюда приехать. Ну, а на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.